Я с балкона убирал снег. Вот случайно, у меня вон балкон на третьем этаже, я увидел дыру. Представьте, белый снег, вот такая черная дыра. Почти портал в потусторонний мир разверся под окнами Василия. В понедельник он обнаружил, что канализационный люк провалился в колодец. Уже пятница, а люк все там. Что там за комитет у вас в Барноле? Среда, четверг, пятница, вы не можете рассмотреть. Три дня. Пустяшный вопрос. Позвонил по старым работам, все, 7,5 тысяч примерно. Все эти работы. Для мужчины спасти люк не вопрос принципа. Этот канализационный колодец стоит на территории дома Василия. И он полонечистот. Спасибо, что не через верх. Стоки перестали уходить как раз после обрушения на соседнем колодце. Люком могло там все перекрыть. Он тяжелый, большой люк. Вот он где-то сантиметров, наверное, 60 в диаметре. Он упал туда. Я же не знаю, где он что закрыл. Если он упадет на вот этот слив, а там же, ну что, трубы, тем более по ним это не чистот, там сочится по чуть-чуть. То есть она упала как-то неудачно. Всю неделю супруги льют воду по стройке, но как только стирка, из раковин сразу идет пена. И в таком положении несколько домов. После звонка Татьяны сюда приехали сотрудники водоканала, оценили масштаб работ и уехали, пояснив, что коммуникации не на их балансе. Поэтому сейчас проблему решает местная администрация. И такое не впервые. Был один раз вопрос уже такой, что они писали письмо с гарантией оплаты. Приезжала машина и чистила. Но тогда не было вот такой проблемы, что упала крышка. Ну а с другой стороны, а с кого брать платы? Канализация, она не частная. Когда была она моя частная, я знаете, когда вот эти проблемы закрыли, мы один раз почти 8 тысяч заплатили, потому что оно пока стояло, там заилилось. И на днях проблема действительно сдвинулась с места. Дыру прикрыли. Привезли вот тут поддон. Мы положим вот это, ну положите. А дайте нам паланчик три штуки, мутлинт еще вернем. Ну пошел в гараж сходил, принес. На тебе, что еще дать? А провести полный спектр работ должны на этой неделе. Во всяком случае, так обещали власти. Иначе не ровен час и жизнедеятельность поднимется наверх. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.